Пришел отклик из Казани еще раньше, потому что они там работали, по сути дела, в марте этого года. Там руководил этим процессом методист Нина Владимировна Тихомирова. И вот пришел ее как бы рассказ об этой работе. Она пишет, я просто не все подряд, но так какие-то кусочки уж очень сочные. Людвиг Ван Бетховен, немецкий композитор 19 века, говорил, музыка должна высекать огонь из души человеческой. Какие точные слова! Огонь действия, огонь творческого горения. Когда слушаешь апассионату, начинаешь наполняться внутренней энергией, силой. Изумительная, нечеловеческая музыка, истаргаемая душой. Душа человека — это та самая божественная искра, океан творческой энергии, который подвигает человека к самосовершенству. Это чистейший, незамутненный источник знаний, эмоций и чувств, присущий человеку, изначально данный в дар каждому из нас, создателям. Душа — стихия огня. В музыке душа — то мелодия, которую дух, ритм наполняет мощной эмоциональной силой, разворачивает во времени и пространстве. Но это в потенциале. Оживить написанное композитором произведение, чтобы ожила душа и дух произведения, может только исполнитель человек, обладающий сознанием, волей, духом и чувствительной, трепетной душой. И не любой, а только тот, кто владел необходимыми навыками, умениями, высочайшей техникой исполнения и, несомненно, дарованиям. И это десятилетие упорного труда, поиск звуковых красок, выразительности, постижение смысла, идеи, заложенной автором в произведении. Музыкант, у которого холодная, нечувствительная душа, даже при наличии феноменальной техники исполнения, не может войти в резонанс с душой другого человека. Это чистая логика, лишенная внутреннего огня души. Это левополушарное мышление. Это тот же самый техногенный путь развития, который своим бездушием губит все живое и божественное, что в нас есть. Мы не только слушали музыку Бетховена, но и знакомились с его биографией, историей его непростой жизни. Потерять слух в 26 лет. Одной из причин потери слуха, по всей вероятности, является необузданный характер композитора, нежелание слышать критику в свой адрес, часто неслуженную, приступы гнева и раздражения. И в то же время он имел щедрую, добрую, верную, ранимую и любящую душу. Равнодушный человек не может писать гениальную музыку. Часть этого большого письма и той работы, которую проводила Нина Владимировна в поселке, в Доме культуры поселка Левченко, а Дом культуры называется Полимер. Вот шла такая замечательная работа. Спасибо вам большое.